здравствуйте в эфире программа тема дня я ее ведущий никита васильев сегодня мы поговорим о темой нашей программы станет социально ответственный бизнес период пандемии коронавируса много мы слышали о таком понятии как социально ответственный бизнес общались с предпринимателями рассказывали об их работе они говорили как они помогают другим людям целым учреждением даже да мы снимали сюжет о том как они дарят маски передают защиты учреждения защитные средства защиты индивидуальной школы в детские сады другие какие-то заведения однако нужно сказать что есть в твери пример на социально ответственного бизнеса который существовал до пандемии который надеемся еще долго просуществует и в ближайшее время ближайшие годы сегодня мы поговорим о семейной парикмахерской социальным уклоном которую основала и руководит которой марина ивановна леонович я есть и для начала я представлю наших гостей сегодня у нас в студии марина ивановна леонович основатель руководитель семейной парикмахерской социальным уклоном в городе тверь основатель и председатель благотворительного фонда марина леонович по поддержке инвалидов-колячников малоимущих многодетных семей онкобольных член Общества инвалидов-колячников «Кристалл» в городе Тверь. Марина Ивановна, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли. Марина Старцева, парикмахер-универсал, волонтер. И волонтер с того самого момента, как открылась та самая социальная парикмахерская. Марина, здравствуйте. Тоже спасибо, что сегодня с нами. Андрей Увиков, председатель Тверской общественной организации инвалидов-колячников «Кристалл». Андрей, добрый день. И Максим Стадниченко, волонтер, друг, помощник. У вас много регалий, можно сказать. Но главное, что вы помогаете всячески как социальной парикмахерской Марине Ивановне, так и благодарительному фонду. Да, все верно. День добрый. Так, ну вот, наверное, первый вопрос, Марина Ивановна, к вам. Как к основателю, как к руководителю. Расскажите вообще, когда был создан проект? Как возникла идея создания подобного проекта социальной парикмахерской? Почему решили ее открыть и кто является клиентами? На самом деле здесь все очень просто. Я волонтер с огромным стажем. Мой путь начался именно профессиональная линейка. Началась в бьюти-индустрии парикмахерской Виолетта, где мой наставник и руководитель, Довутян Сурен Владимирович. О нем тоже все очень много знают. Он полностью слепой человек. И когда мы пришли к нему на работу, он в нас вложил очень много всего хорошего и плюс милосердия. И когда именно там я получила свой старт. Кстати говоря, у меня есть своя собственная рубрика «Теневые герои нашего времени», где я рассказываю именно о тех людях, с которыми я встречалась по жизни. Он в том числе мой, так сказать, руководитель и наставник. Когда я ушла в свободное плавание, я решила открыть именно такую парикмахерскую. И в 2016 году такую парикмахерскую я открыла именно социальным уклоном, куда я начала привлекать именно таких людей, как я. Но она еще, она не только парикмахерская социальным уклоном, она еще называется парикмахерская семейная. Что это значит, что вкладываете в понятие? Здесь все получилось поэтапно. Когда мы только открылись, у нас было очень маленькое помещение и название было «Студия» Марина Ильяновича. Когда мы начали расти и развиваться, мы доросли до империи. Но, к сожалению, скажем так, это название уже было официально зарегистрировано, товарный знак на это. Нам сделали замечание и очень любезно, так как мы социальщики и волонтеры попросили поменять название. Но так как у нас обслуживаются люди всей семьей, сами же клиенты предложили поменять название и оставить семейную парикмахерскую. Поэтому мы уже в третий раз поменяли название и стали семейная парикмахерская Марина Ильяновича. Ну и вот сегодня вместе с нами один из сотрудников парикмахерской, которая, как я уже сказал, с момента основания работает в ней. Марина, ну расскажите, что вообще значит для вас работа в таком учреждении? И, ну наверняка, проект уже стал родным все-таки с момента вот старта тоже вместе с ним, вместе с Мариной. Ну да, я пришла на собеседование в эту парикмахерскую и мне озвучили, что парикмахерская имеет направление социальное и волонтерское. То, что выездные мероприятия бесплатные, социальные, потому что пенсионеры старше 70 лет стригутся за 100 рублей, а инвалиды-колясочники бесплатные. Я решила попробовать и осталось работать. Поняла, приятно быть полезной. Ну и естественно, там, где работаешь, это родной дом уже такой. Все стали как родные друг к другу. Ну конечно, да. Вот она семейная получается не только потому, что люди с семьей приходят, но и все, наверное, сотрудники уже стали часть семьей. Марина, а вообще вот существуют какие-то, может быть, особенности работы с людьми, физические возможности, которых, ну, ограниченные? Ну, вообще-то мы относимся ко всем клиентам одинаково. Людей мы на категории, там, инвалид, недвалид, они для нас клиенты. И мы их обслуживаем точно так же, как обычных людей. То, что я думаю, что, ну, людям вот с ограниченными возможностями, им не очень-то это приятно, когда это акцентируют. Вот ты такой. Они хотят быть обычным человеком, и у нас к ним, соответственно, такое же отношение. Как к обычному человеку. Никаких особенных, как говорится, ничего не нужно. Это пришел человек получить какую-то услугу, и он ее получает в полном объеме. Ну, отношение, да, ко всем людям одинаковое, да, но самая в себе прихомайкерская, как мы знаем, она особенная. Особенная она в первую очередь тем, что она единственная такая. Вот, Андрей, на ваш взгляд, что вообще значит подобный проект для города, и, ну, вот, вообще для жителей Твери, фактически, возможности, которых, ну, ограничены. Ну, я начну с такой истории небольшой. Я, когда травму получил, оказался на инвалидной коляске, в город практически не выходил. У меня всегда была такая пышная шевелюра, и, ну, естественно, дома помыть голову часто не получалось, в хрущевке жил. И выйти на улицу никак. Поэтому приобрел себе машинку и начал три года стригся на лысо. Потом когда-то я получил путевку в санаторий в Анапу, и там город полностью доступный и парикмахерский доступный. Первым делом, что я сделал, я пошел в парикмахерскую. Мне было очень приятно, что мне сделали стрижку, что там женщина общалась со мной. Когда я уезжал, буквально через три недели, вроде бы, волосы еще не отросли, но я пошел еще раз в парикмахерскую. Потому что для многих реабилитация инвалидов, она в голове складывается из картины каких-то медицинских. Но реабилитация – это не только медицинская. В первую очередь это реабилитация и в таких вещах. Человек должен выглядеть красиво, чувствовать себя хорошо, получать тот же самый набор услуг, которые получают все остальные. Сейчас у нас была пандемия. Что было после того, когда ограничения были сняты? Каждый человек побежал в кафе, в парикмахерскую, в кальянную, в магазин, в ресторан, потому что ему этого не хватало. Представьте себе, как этого не хватает другим людям, которые вообще от этого отделены в городе. Поэтому значение преувеличить невозможно, такое парикмахерское. Вот моими словами, можно его только преуменьшить, а преувеличить нельзя. Ну вот вы сказали о том, что были в Анапе, и я моментик такой уловил, что город больше приспособлен. А вот так вот, если в целом, оцените Тверь, насколько вы с точки зрения комфортной городской среды, удобной для людей с ограниченными возможностями? Чтобы не звучали слова мои в ключе только негативно, могу сказать, что за последние годы изменилось много. Это видно. Особенно за последний год, если мы берем транспорт. Потому что практически в любую точку города можно доехать на автобусе, автобусы доступны. Но изменения происходят очень медленно, и порой сердце кровью обливается, когда мы видим, что деньги выделены, что можно было сделать правильно. Тот же самый тротуар, тот же самый панус, а это делается неправильно. И мы кричим, и причем, спасибо вашей передаче, часто нас приглашают раз в год так точно, где мы говорим и призываем администрацию города, строительные компании, обращайтесь, мы бесплатно будем вас консультировать. У нас есть эксперты по доступной среде, мы расскажем, как это делается. От этого выиграют абсолютно все. Да, чтобы это исходило, в первую очередь, от тех людей, которые пользуются вот этими... Да, сказать, что город доступный наш сейчас пока, к сожалению, невозможно. Максим, к вам вопрос. Мы знаем, что вы волонтер, но не только волонтер, но и помощник, друг, как я вас вначале представил. Давайте вот так вот в целом, какую деятельность ведете, как помогаете вообще и прихмахерской, и благотворительному фонду, Мария? Да, хорошо. Действительно, меня можно назвать волонтером, помощником, другом. В силу своей профессии я занимаюсь юридическими консультациями, и вот в ходе профессиональной деятельности познакомился с Мариной. Что можно сказать? Сразу меня заинтересовал этот проект. Почему? Потому что я увидел ту перспективу и то желание, и горящие глаза. Когда Марина сказала, что я хочу создать экоструктуру для ребят, у которых есть проблемы со здоровьем, я хочу создать возможность общения и так далее, и так далее, я понял, что за этим человеком можно идти и полностью и доверяться, и помогать. Что как раз и делаю в меру своих возможностей. Марина, ну как вам помощник? Достойный? Очень достойный. Максим нам помогает совершенно безвозмездно, как и документации, правильные договора, да, так и он вместе с нами выезжает на бесплатные мероприятия именно к людям маломобильным. То есть мы помогали вот конкретно с Максимом, делали ремонт у одного такого парня, у Евгения. Там нужна была мужская сила. Вот эту сторону все сделал как у Максима. Мы продолжим наш разговор о социальной парикмахерской Марине Леонович после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Сегодня мы говорим о социально ответственном бизнесе, а в частности мы говорим о социальной парикмахерской, семейной парикмахерской Марине Леонович. В гостях у нас сотрудники этой парикмахерской, люди, которые пользуются услугами парикмахерской. В общем, разговор интересный, не переключайтесь. Максим, к вам вопрос. Вообще необычный проект для нашего города, единственный в своем роде. Сталкивались ли с какими-то проблемами, может быть, каким-то недопониманием со стороны соседей по помещению, в котором работаете, живете? Может быть, кому-то не нравится, возможно, такой бывает вид вашей деятельности? Что такое было? Спасибо большое за вопрос. Начну с того, что действительно это проект первый, номер один на территории Тверской области, в связи с тем, что статус социального предпринимателя присвоен как раз впервые по данному виду деятельности. Это как раз оказание услуг парикмахерских и так далее. Что касается возникающих сложностей и проблем, действительно, на данный момент существуют сложности. Не всем нравится деятельность, может быть, в силу неосведомленности, может быть, в силу каких-то других причин возникают трения иногда и с арендодателями или соседями. В чем заключается эта проблема? Проблема в том, что не все понимают, для чего нужен пандус. Ведь мы знаем, что законодатель обязывает подобные организации, которые занимаются благотворительной деятельностью, работой с ребятами, у которых есть проблемы с состоянием здоровья, обеспечить доступ и надлежащий доступ к данному помещению, обеспечив как раз наличие пандуса. То есть, соответственно, его наличие — это не желание предпринимателя или благотворительного фонда, это обязанность, которая прописана в действующем законе. Все, что касается понимания вообще деятельности благотворительных организаций, я бы предложил одно единственное решение тому, кто по какой-то причине не понимает, что происходит и чем занимается организация. Это выделить один день, один день в своем графике, может быть, один день в году и посетить вместе с нами одно учреждение. Это или детский дом, или, может быть, заведение, которое занимается пенсионерами. И побыть там, в тот момент, когда фонд занимается своей непосредственной деятельностью. Я думаю, что человек, который будет в это время там, перестанет предъявлять какие-либо претензии. И я думаю, что он навсегда поймет, что доброта — это залог и здоровья, и счастья, и, я бы сказал, благополучия. Все, что касается возникающих проблем, мы всегда консультируемся с администрацией, мы знаем норму закона и всегда открыты для диалога. Если возникают какие-то сложности и проблемы, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда готовы пояснить, может быть, в письменной, в устной форме, как я непосредственно, так и руководитель фонда. Я думаю, что ответил на ваш вопрос. Марин, мы знаем, что у вас большая достаточно команда, 20 человек. Расскажите, как она собиралась и насколько сложно вообще найти было людей? Или все шло как по маску? На самом деле здесь все очень просто. Как уже сказала Марина, любой человек, который приходит к нам на работу, он проходит собеседование. И в первое же предложение мы озвучиваем, кто мы, что и чем занимаемся. Это дело сугубо добровольное. Человеку, если нравится, он пробует, он остается. Если не нравится, он уходит сразу. Либо приходит, поработает, видит, что он не может выездные бесплатные мероприятия потянуть для себя, он тоже уходит. Поэтому, ну, команда собиралась. У нас есть конкретно люди, которые в основном составе. А вся команда состоит и из пенсионеров, и из волонтеров. Пенсионеры, например, не хотят потерять свой профиль. Они приходят и либо ездят на выездные мероприятия, чтобы профессию не забыть. Это и студенты. Мы очень активно сотрудничаем, очень-очень с многими организациями уже в том числе. Поэтому наша команда это и флористы, и, ну, большая команда. Вот, собственно, в этом плане все очень просто. Ну, вот, насколько мне известно, да, парикмахеры-волонтеры у вас работают. Конечно. И вы тоже об этом сейчас говорили. А что это значит вообще, парикмахеры-волонтеры? Не значит ли они, что они не получают средства за свои? Это значит, что парикмахеры работают и легализованы в других местах. Либо это ИП, да, они работают сами на себя и платят там налоги. У нас свои парикмахеры, которые легализованы, конкретно за которых я плачу налоги и все остальное. Вот. И волонтеры, безусловно, то, о чем я вам сказала, это либо ИП, либо пенсионеры, которые не хотят потерять свою профессию. Это и студенты, которые у меня проходят официально практику, и они работают уже, ну, они все профессионалы. Они все профессионалы. Ну, и, наверное, для вот ребят, которые молодые, начинающие, да, вот про практиканта, о которых вы говорите, это опыт бесценный раз. Нет, начинающих у нас нет. Мы уже берем, потому что надо здесь тоже четко понимать, мы не учебный центр. Мы никого не обучаем. К нам приходят готовые мастера, парикмахеры-универсалы, либо браисты, либо другие профессии. Уже готовые. То есть, если к нам пришел студент, это не значит, что он к нам пришел учиться. Это значит, что это готовый, уже профессиональный. То есть, он либо уже на последнем курсе, либо уже выпускник. Это готовые ребята, которых уже обучили профессионально парикмахерскую мастерскую. То есть, они приходят, получается, с профильных учебных заведений? Конечно, безусловно, однозначно так, да. Ну, а если можно немножко подробнее о команде, что за люди, чем занимаются, какие вообще в целом услуги оказывают? Не хватит передачи, для этого нужно отдельно делать передачу, потому что у нас очень огромный спектр услуг. Мы сейчас расширились, и у нас от стрижек и до, скажем так, консультаций бесплатных психолога нашего, у нас кандидат есть, наук. Это Ольга Александровна, которая точно так же работает. Она профессиональный массажист, и она работает в Центре Молоди уже официально, а у нас она как волонтер. Поэтому спектр услуг огромный, отдельная передача должна быть. Хорошо, ну вот одна из сотрудниц, да, Марина, расскажите, чем вы занимаетесь? Потому что, вот мне Марина Ивановна когда рассказывала, много проектов, и в том числе и вы во многих участвуете. Давайте-то поподробнее, чем занимаетесь и какие мероприятия посещаете, где бываете? Я участвую во всех выездных мероприятиях. Касаемо предоставления бесплатных парикмахерских услуг. Мы выезжаем в дома престарелых, в детские дома. Это в городе и в Твери, и в Тверской области, и в Москву мы выезжаем, и даже были в Казахстане. А во время пандемии мы разработали, осуществили проект оказания бесплатных клининговых услуг для инвалидов. Были им... Что делали, расскажите, потому что действительно в период пандемии существовал вопрос, а действительно многим людям, мы знаем это прекрасно, не было возможно, они не могли выйти из дома, да, они не могли... Банально за продуктами, расскажите, что делали? Ну что, делали уборку в квартирах, мыли окна, полы, всякий хлам выбрасывали, который накопился. Ну, у людей, конечно, накапливается, они же не мобильные, они не могут сами там, естественно, в магазины ходили. И, в общем, вот такая простая, как говорится, простая и сложная работа. Ну, а сейчас деятельность продолжается, или все-таки вот как потихонечку мы выбираемся, да, из ситуации? Продолжается. То есть работу по-прежнему эту ведете? Да, мы ведем работу, потому что спрос очень огромен. Маломобильных у нас очень много по городу, это не обязательно. Из общества Кристалл, это и другие люди, они в других обществах находятся, мы знаем еще, вот Надежда у нас есть, такое общество. Они все нам звонят и просят, как мы откажем, окна люди не могут помыть, а она живет одна. И мы выезжаем по сей день. И не только окна помыть, цветочки пересадить, еще что-то. Ну, то есть, если так говорить, то это давно уже не прихмахерская, это гораздо больше, больше, такой широкий проект, да, по оказанию самых разных услуг. Надеемся, что так. Андрей, давайте тогда об организации Кристалл. Вот Марина Ивановна уже об этом, да, часто говорила. Чем занимаетесь вообще? Как помогаете людям с ограниченными возможностями? И в том числе, как помогаете вот подобным проектам социальным? Ну, я чуть-чуть вот дополню то, что сейчас было ранее сказано. На YouTube есть канал Марина Леонович Фонда, и там есть видео как раз по некоторым мероприятиям, в том числе и вот этим клининговым. Они такие быстренько сделаны, скомпонованы. И там как раз наши вот подопечные, члены общественной организации инвалидов-колясочков Кристалл, именно люди пожилого возраста, кому помогали. Но и не только, и молодым ребятам, вот Евгению Привалову помогали ремонт делать. Это все можно посмотреть. И сразу же отпадут себе вопросы, мне тоже было удивительно слушать по поводу проблем, что люди не понимают, что нужны там пандусы. Мы чаще ездим по городу и видим, что делают это формально, для галочки, когда пандус уходит куда-нибудь. В никуда. В никуда, да, или на него забраться невозможно. А здесь люди пытаются сделать все правильно, и им вставляют палки в колеса. Наша организация занимается двумя основными направлениями. Первое, это для членов нашей организации. Мы пытаемся организовать досуг, потому что, как я говорил, реабилитация, она не только в медицине. Реабилитация и в том, чтобы людей вытащить из дома, чтобы научить жить опять, чтобы они полюбили себя и жизнь. А вторая часть этого как раз борьба за права инвалидов, борьба за равные возможности. Это такая более, наверное, масштабная наша, не знаю, в какой-то степени миссия, да. Это даже миссия, да, потому что к этому идти долго и долго. И слава богу, что на своем пути мы встречаем таких партнеров, как Марина. Марина Ивановна вступила к нам в организацию. Мы стали сотрудничать по вопросу парикмахерской. Она по своей инициативе организовала мероприятия клининговые для наших, особенно пожилых членов организации. Для которых это даже было не сколько, наверное, уборка, сколько это внимание, общение. Представьте себе, что человек, например, 90 лет выходит на улицу 5 раз за год. До 5, ну может быть, в лучшие годы 10. Потому что все общение связывается только на то, что вот те мероприятия, которые организует наш кристалл. А тут люди приходят, и приходят не один день, и общаются, и столько всего делают. Это очень дорогого стоит, это здорово. Ну а как вообще налаженное взаимодействие? Потому что иногда есть общество, есть какие-то социальные проекты, а связи между ними нет. Вот как налаживается это взаимодействие, как осуществлять совместную работу? Очень хороший вопрос, потому что дело в том, что мы своей деятельностью хотим... Это не основная наша задача, но мы хотим изменить взгляд общества на проблемы инвалидности. Но то, чтобы общество и люди понимали, что наличие инвалидов в обществе — это норма. Ну как норма, что есть пенсионеры, есть студенты, есть там любые категории. То же самое касается инвалидов. Их сейчас не видно на улице города, или если видно, то видно мало. Это как раз в том числе, потому что не очень общество толерантно. Да, очень много милосердия, когда хочешь помочь человеку, видишь его непосредственно. Но когда это касается твоих каких-то личных удобств, ты подъехал к магазину, видишь парковка для инвалида. А другого места нет. Ты встанешь, потому что тебе это неудобство доставляет. Делают пандус, пылят, шумят. Ты опять же напишешь куда-то жалобу. Люди задумываются об этом только, когда непосредственно видят инвалида. А когда они его не видят, это где-то почему-то не витает. Мы должны к этому прийти. И, к сожалению, такое давление оказывается именно инвалидов. Они сознательно запираются дома. И вот победить этот сознательный выбор, это затворничество, тоже одна из наших задач. Мы стараемся взаимодействовать с администрацией города. Нас приглашают в общественные советы. В нескольких общественных советах членами являются наши кристалловцы. Это все за последние годы нами достигнуто. И, безусловно, диалог выстраивается. Не могу сказать, что он идеальный, но он выстраивается. Это работа долгая. Может быть, не на 10 лет, а даже не на 20. Но я уверен, что достичь тех примеров, которые нам приводят по Европе, по США, мы вполне способны. Тем более, что в России уже есть такие города, где доступная среда и взаимодействие инвалидов с органами власти и с обществом гораздо выше, чем в нашем городе. Марина, на ваш взгляд, как поднять уровень взаимодействия с людьми с ограниченной возможностями, их интегрированность в жизнь на новый уровень, в том числе, о чем Андрей говорил, по европейским масштабам, по европейским меркам? До европейских масштабов нам, к сожалению, пока далеко. Но, тем не менее, мы работаем, мы к этому стремимся. На самом деле, все очень просто. Взаимодействия, настолько все открытые, взаимодействовать легко и просто. Просто начать работать. Хватит просто лить воду. Мы все очень красиво где-то говорим, а работа не ведется. Надо прекратить говорить и начать работать. А что это за работа, на ваш взгляд? Андрей рассказал с точки зрения кристалла. На ваш взгляд, что должно быть в первую очередь? Какие шаги должны предприниматься? По какому направлению? В том числе, чтобы такие проекты, как ваш, он приобретал массовость, может быть, чтобы люди понимали, что они вместе с вами. Массовость? Массовость, к сожалению, не знаю. Просто нужно брать наш пример, проявлять инициативу. Надо ли это или не надо. Потому что ко мне очень много, и в том числе и клиенты, абсолютно здоровые, спрашивают, что вы с этого имеете и зачем вам это надо. Один ответ. Это наш образ жизни. Я волонтер с детства. И это мой образ жизни. Плюс прекраснейшие люди на моем пути всегда, всегда протягивают руку помощи. Всегда вокруг меня люди грамотные, умные, милосердные. И, собственно, вот, да, получила путевку в жизнь от Сурена Владимировича и пошла дальше по этому пути. Все. Ну, вы, кстати, вот не первый раз уже, да, рассказываете о вашем наставнике, можно так сказать. Давайте-то немножко подробнее. Что за человек и насколько он, скажем так, оказал на вас влияние, оказал роль, в том числе, в чем вы занимаетесь. Огромную роль, огромное влияние он оказал на меня даже однозначно. Я к нему пришла молодой девушкой по своему профилю, по индустрии красоты. Человек, который инвалид детства, абсолютно незрячий. Он невероятный дипломат. То есть он никогда в своей команде, у него тоже всегда большая команда, он никогда не позволял никому ссориться. Это очень важный фактор. Он всегда обходил острые углы. И, соответственно, наша команда тоже была, молодые девочки все, которые пришли. Он в нас, в первую очередь, вкладывал милосердие. Как надо подходить к любому человеку, к любому. Люди все разные, настроения все разные, характеры все разные. Как нужно подходить к любому человеку, с ОВЗ, либо просто, да, клиенту. Поэтому в нас он очень-очень много вложил. Доброты, милосердия, грамотности, ведения беседы с каждым человеком. То есть для меня этот человек, ну просто я на него уравняюсь. Я горжусь, что я у него работала, что он мне дал путевку в жизнь. Я просто горжусь этим. Для меня он очень великий человек. Марина, к вам вопрос. Вот мы сейчас Марину Ивановну послушали. Вот на вас что, в первую очередь, оказало влияние, скажем так, почему вот вы сейчас в этой деятельности, и, может быть, у вас тоже подобный наставник был, или, может быть, таким наставником Марина Ивановна является? Ну, я еще раз говорила, что я пришла на собеседование, мне сказали, вот занимаемся этим. А мой сын тоже, ну, был волонтером, но я не являлась волонтером. А он, вот, поиски этих потерянных людей все время, он, там, нужна машина, он сел и поехал. Ну, я как-то, у меня в голове была такая мысль, думаю, вот, я бы тоже как-то... И пришла вдруг в эту парикмахерскую, мне говорят, вот мы этим занимаемся. Он, думаю, вот, здорово, я как-то имела в виду в голове, ну, думаю, вот, попробую. Ну, в принципе, мне нравится этим заниматься. То, что, ну, чувствуешь, что ты полезный, что ты что-то нужное делаешь. Ну, как говорится, сегодня мы здоровые, красивые и прекрасные. А дальше-то что? С людьми все происходит, как бы. Не надо думать, что ты всегда такой будешь чудесный. Надо милосердным, как вот говорится здесь, надо быть милосердным и помнить, что все мы под Богом ходим, и все можем оказаться в каких-то ситуациях. Но надо всегда верить, что найдутся люди, которые тебе тоже помогут. Совершенно верно. Ну, вот для вас самое главное, может быть, да, и самое сложное в том числе, вот в этой работе что составляет? Ну, не знаю, для меня ничего сложного нет. Если у меня выходной, говорят, надо ехать, я села и поехала. Ну, а что-то сложно. Берешь ножницы, машинку, то же самое, те же самые клиенты, только на выезде приехали, подстригли, они довольно счастливы. Это самая радость, что люди там ждут уже, в которые места мы уже неоднократно ездим, они уже там стоят, они уже, вот, это мой мастер, они уже стоят. Именно к тому. Конечно. Ну, так это вообще радость большая. Марина, ну, Марина, у вас все в команде под такие вот, не знаю, филантропы, как можно сказать? Все, и мы свою молодежь воспитываем в том же ключе. Вот Марина сказала о том, что, давайте обозначим это еще раз, то есть вы не только принимаете в офисе, да? Конечно. Ну, и оказываете услуги на вы. Давайте, может, поподробнее. Ежемесячные. Вот об этом, да, об этом моменте. У нас выездные, ежемесячные выездные мероприятия, это либо детские дома, либо дома престарелых. Мы не только оказываем бесплатные парикмахерские услуги, мы делаем бровки, красим глазки. То есть все женщины, все хотят быть красивыми. У нас там есть клиенты, которым по 90 лет, они стоят в очереди, глазки, бровки накрасить. Ну, и мы собираем вещи, вещи собираем новые, нам очень много приносят совершенно новых вещей. У нас в входной группе все для этого есть. У нас стоят два маленьких стеллажа. Куда мы эти вещи собираем, мы их перебираем. И в наше мероприятие нам люди точно так же приносят гостинцы во все эти выездные мероприятия. Мы едем полностью забитой машиной, мы везем гостинцы, мы везем вещи. Мы отчитываемся во всех, значит, и в СМИ, и во всех соцсетях, да, у наших мероприятий. Поэтому люди помогают. Вот, собственно, все. Максим, вот Андрей, когда рассказывал о деятельности в организации «Кристалл», он сказал, что возникают определенного рода, ну, не конфликты, наверное, но недопонимания. Он говорил, что иногда вот парковочное место, да, иногда другие нюансы. Вот в деятельности парикмахерской Марины Ивановны бывали такие случаи? Потому что я слышал, что все-таки какие-то вот определенные бывают, ну, столкновения, может быть, причины интересов. Давайте об этом не поговорим. Да, мы уже упомянули, да, о том, что касаемо специального оборудованного пандуса возникали проблемы. И также были обращения относительно конструкций, которые размещают как раз... В общей зоне, скажем так, насколько я понимаю. В общей зоне. В общей зоне, да. Да, 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 да. Ну, что здесь можно сказать? Оборудование, которое установлено, оно соответствует всем необходимым требованиям. Марина Ивановна всегда подходит достаточно скрупулезно к этим моментам. И, естественно, штудируется и нормативная база, и материалы подбираются соответствующие. То есть, если говорить про пожарную безопасность, то все безопасно. И металлические конструкции, и так далее, и так далее. Вот. Что касается вопросов, повторюсь, да, если существует сложность в контакте, можно непосредственно мне даже звонить через Марину Ивановну, и всегда готовы решать эти вопросы достаточно быстро и оперативно. С нашей стороны нет нарушений, есть соответствие норм закона, и все достаточно в рамках закона. В рабочем порядке, в общем-то, да, наверное, все решается всегда. Марина Ивановна, к вам вопрос. Вопрос не только социальная прихмахерская, да, скажем так, а и работа благотворительного фонда, Марина Иванович. Вот об этом давайте поговорим. Вообще, как он создавался, для чего он создавался, и в рамках фонда какую работу ведете, чем занимает? Как вы уже поняли, у нас этот проект давно 4 года, но в рамках государственного субсидирования мы не входим именно по индустрии красоты. Такого направления нет. Субсидирует город сельхозназначение, промышленность и туризм. Мы немножко новая линейка, к сожалению, мы еще не входим в эти рамки субсидирования, что касаемо городских субсидий. Да, мы это четко понимаем, поэтому из этих целей я организовала благотворительный фонд, чтобы мы могли наши проекты продвигать именно через госпроекты. Да, это президентские гранты. Вот для этих целей был создан фонд. Работы наши перекликаются, но нам очень трудно материально, очень трудно, потому что все это дорого. Сейчас мы делаем специализированную входную группу, доступную среду конкретно для наших маломобильных друзей. Это все стоит денег, и все это стоит очень недешево. Поэтому для этого нам эти проекты, чтобы их осуществить, нам понадобился благотворительный фонд, чтобы мы могли материальную сторону получить помощь, именно не субсидирование города. Город и так нам идет навстречу, очень много помогает, мы очень плотно и хорошо взаимодействуем. Но денежные средства мы должны получить через фонд, ну и через личных людей, кто хочет нам помогать. А много вот таких помощников, тех людей, которые приходят в ваш фонд, сотрудничают с ним? Да, хочу сказать, прям поблагодарить. Как я уже сказала, мы очень активно взаимодействуем с администрацией города, то есть с архитектурой города. Мы получили конкретные нужные для нас разрешения. Да, мы получили помощь и поддержку от указателя Московского района. Они тоже пошли нам навстречу, нам помогают и поддерживают, дают нам определенные разрешения, потому что все должно быть законно. Далее скажу вот конкретно о центре «Мой бизнес». Мы получили поддержку в лице директора Окрака Михаила, замдиректора Борисова Алексея, руководителя поддержки предпринимателя Сухарева Нины. Мы получили материальную помощь по замене новых вывесок и плакатов. И получили помощь в регистрации товарного знака и логотипа. Это архиважный вопрос на самом деле. Мы активно взаимодействуем и получаем поддержку от Версткова колледжа транспорта и сервиса. Лице директора Бойкова Олега Михайловича, замдиректора Сидорова Светланы Анатольевны, заведующая отдела Рычкова Владимира Михайловича. Студенты и выпускники этого колледжа, как я сказала, выше, они принимают активное участие в бесплатных мероприятиях по направлению парикмахерского искусства. Они везде у нас участвуют. Вы буквально предвестили мой вопрос. Я как раз хотел спросить о том, какую помощь получается. Мне хотелось бы, знаете, еще добавить о одних людях. Это многодетная семья Зайцевы, Лариса и Юрий. Так как мы расширились, у нас маленькое помещение, они практически безвозмездно предоставили нам свой офис номер 3. Да, мы сейчас его занимаем и там тоже ведем активную благотворительность. Это многодетная семья, потрясающие люди, ну вообще великолепнейшие. Мы с ними сотрудничаем, взаимодействуем. Еще хотелось бы поблагодарить Козлову Светлану, она депутат. Депутат Русско-Городской Думы. Да, мы к ней обратились, помочь нам с местом обязательно. Нам нужно место со знаком. Это обязательно, она обещала нам помочь. Мы написали соответствующее заявление, просьбу. И очень хочу поблагодарить центр Декарт, Хелькевича, Дмитрия и его команду. Они тоже нам обещали посодействовать и помочь в этом. Это тоже архиважно. Ну то есть друзей и людей, которые готовы помогать, достаточно много. Да, Любовь Павловна Хелькевич и Дмитрий, да, они тоже очень с нами взаимодействуют и помогают. Анна, на ваш взгляд, вот подобные проекты, насколько они вообще интересны с точки зрения, ну вот таких вот друзей, сотрудников, да? Ведь наверняка люди, ну скажем так, всегда стремятся, да, подобным вещам помогать. Или все-таки эта поддержка может быть, на что это недостаточно? Ну это вообще штучные вещи, по-моему, для Твери и вообще для нашей страны. Поэтому это нужно все беречь, лелеять, помогать, взращивать. Раз люди сами до этого дошли как-то, это надо обязательно помогать. Что касается, я вот слушал сегодня всех, для меня ответы тоже некоторые с сюрпризом сегодня. Например, вы спросили, Марина, как вам помогать, как вы это делаете? Ну очень легко. Но на самом деле... Береды. Но если мы возьмем среднестатистического жителя нашей страны, города, спросим, как вы помогаете кому-нибудь, ведь оказать помощь очень сложно. Даже когда требуется кому-то помощь на улице, подойти помочь очень сложно. Люди в этой ситуации либо, как правило, ведут себя как-то неадекватно, либо проходят мимо, либо помощь эту оказывают чрезмерно. И точно так же помощь просить очень сложно. Поэтому, безусловно, если они сами это делают, им нужно помогать. Практику эту нужно улучшать, нужно смотреть. Потому что очень серьезный путь они прошли. Я не зря сказал о том, что просить помощи очень сложно. Ведь очень интересный, получается, алгоритм работы у фонда. Они сами сначала приезжают к людям. Ведь люди сами не пойдут, не попросят и не будут ездить. Они сначала показывают им, что вы такие же люди. Помогают им почувствовать через их внешние проявления, что они красивы, помогают им себя полюбить. И после того, как они начинают себя любить, чувствовать уже в этой жизни как-то иначе, им уже хочется выехать. Им уже наравне с другими получить какую-то услугу именно в парикмахерской. Для Динаида в парикмахерскую может быть что-то появится другое. И я думаю, что наш город... Вот через такие вещи будут меняться и город, и общество. Это показатели развития нашего общества. Пока это штучные какие-то вещи. Не знаете, как помочь? Хотите помочь? Помогайте фонду. У нас есть и другие фонды в Твери. Тоже замечательные. Фонд Твери, фонд Константа. Есть фонды. Я ближе к этому фонду. Предлагаю помогать этому фонду. Максим, к вам вопрос. Марина Ивановна говорила о том, что очень важным, она сказала, архиважным, дословно, было создание логотипа, регистрация товарного знака логотипа. Вы как юрист, как человек, который занимается, в том числе, юридическими проблемами, вопросами в благотворительном фонде. Расскажите, почему это важно? Так, действительно, наверное, узнаваемость бренда с этой позиции. Здесь много различных моментов. Один – это узнаваемость. Второй момент – это безопасность. Потому что мы знаем, что есть злоумышленники, которые могут дублировать, выставлять счета с просьбой «помогите фонду». И происходит ситуация, когда деньги переводятся на совершенно другие нужды. И эти нужды не благие совершенно. Поэтому действительно нужно иметь свой логотип, который зарегистрирован. Он будет иметь соответствующий номер. И по этому номеру можно узнавать о деятельности фонда. Будет соответствующий сайт, который будет показывать полноту и широту деятельности самого фонда. И, соответственно, это юридическая безопасность. Очень часто возникают ситуации, когда приходят претензии от правообладателей, которые, возможно, специально зарегистрировали предварительно аналогичный товарный знак. И впоследствии выставляют определенный счет. Чтобы освободить, нужно оплачивать. Или, пожалуйста, давайте заключать лицензионное соглашение на использование товарного знака. Соответственно, это все дополнительные расходы, на которые фонд не должен рассчитывать. Все-таки Марина Ивановна делает совершенно правильно поступательное движение. И на каждом этапе определенный чекпоинт. Если это товарный знак, он должен быть зарегистрирован. И следующий этап — это расширение и так далее. Поэтому безопасность в нашей сфере влияние, если говорить про юриспруденцию, — это архиважное. В целом тогда расскажите о том, какие нюансы с юридической точки зрения важно учитывать в работе таких организаций, о чем важно помнить, и с каким проблемой, может быть, сталкиваетесь еще. Если говорить о предпринимательстве, Марина Ивановна является индивидуальным предпринимателем и впервые получен статус социального предпринимателя. Это очень важно, потому что как раз это показывает значимость деятельности. Если мы говорим про деятельность фонда, то регистрация проходила достаточно сложно. Определенными этапами поддавались, регистрировались, редактировались документы, соответствующим образом прописывалась деятельность и устав. В конечном счете все зарегистрировано, и слава богу. Все, что касается людей, которые хотели бы помочь в деятельности фонда, соответственно, рекомендуется непосредственно обращаться к руководителю или к нам, кто здесь присутствует. Мы всегда сможем подсказать, как помочь, может быть, действием, может быть, словом, может быть, подсказать что-то, потому что часто возникают какие-то непрофильные вопросы, которые желательно находить специалиста для расширенного ответа, потому что у всех, конечно, моментов есть какие-то сложности и свои нюансы. Вы сказали, что достаточно сложно шла процедура приобретения статуса. Почему, с чем была сложность? Если мы говорим про статус социального предпринимателя, с 2019 года внесены изменения в законодательство и как раз прописан в законе статус социального предпринимателя. Ранее этого статуса не существовало. Был, так сказать, флер определенный, что вот есть предприниматели, которые занимаются данной деятельностью, но законодатель никак не помогал в этой деятельности. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас есть возможность государству помогать, как администрации. При наличии данного статуса мы можем рассчитывать на определенное снисхождение, на помощь, на поддержку. Это нас и спасает, и помогает. Марина, получается, вы как первопроходец в этом статусе, да? Ну, какого вообще в этой роли быть? По сути, идете... Очень трудно. Так. Трудно, сложно. Не хотелось это прям много об этом говорить. Путь очень трудный и сложный, на самом деле, да. Потому что, действительно, наше общество в какой-то степени надо немножко лечить, да, по той простой причине, что, действительно, все думают, что статус человека с ОВЗ, у нас статистика... Статистика у нас большая, но в социуме очень мало. Поэтому в этом направлении нам надо меняться. Действительно, меняться и очень серьезно меняться. Чтобы людей именно из категории ОВЗ, чтобы эти люди вышли в социум и жили так же, как и все мы с вами вместе взятые. То есть, получается, нужно делать это не только вот в жизни, но и с юридических позиций, с законодательных позиций. Все верно, все верно. Но от этого все выиграют. Абсолютно все выиграют. Кстати, я хотел сказать еще про социальное предпринимательство. Статус это новый, что он сулит предпринимателям. Еще пока непонятно, какая это будет поддержка. А условия получения такого статуса нужно выполнить достаточно серьезно. Поэтому то, что Марина Ивановна этот статус получила, это означает, что по всем тем условиям, которые прописаны, она их выполнила. Немногие их выполнили. Все верно. У нас небольшая пауза. Мы скоро вернемся и продолжим разговор о социальной парикмахерской Марине Леонович. Мы смотрите программу «Тема дня». Сегодня мы ведем разговор о социально ответственном бизнесе, в частности, о социальной парикмахерской Марине Леонович. И вообще о той деятельности, которая оказывается благодворительным фондом Марине Леонович и организацией «Кристалл» по поддержке людей с ограниченными возможностями, по той работе, чтобы они максимально органично и вливались в нашу жизнь. Мы знаем, что у вас есть мечта. Да? Это, наверное, не будет секретом. Расскажите, что это за мечта, о чем мечтаете? Ну, в связи с тем, что мы очень расширяемся и деятельность наша тоже расширилась, у нас проблема в помещении. Мы хотели бы обратиться, если была бы такая возможность, мы бы хотели локация нашей всей деятельности, мы хотели бы единый центр людей с ОВЗ. Может быть, если появится такая возможность выкупить эти офисы, чтобы локация у нас была в одном месте. Мы готовы к переговорам, но если найдутся такие люди-спонсоры, так как инвесторов мы не можем себе позволить, мы очень тяжело материально живем на самом деле на данном этапе. Но если появятся люди, которые захотят нам помочь, мы будем очень благодарны. У нас есть еще одна мечта. Они, я так понимаю, Андрей должен рассказать. Андрей, ну давайте, делитесь. Ну, несмотря на то, что у нас появился доступный транспорт в городе, все равно это достаточно ограничено. У нас передвижение колясочников по городу, и нам очень не хватает своего автобуса. Если бы такой автобус был, конечно, мы могли бы проводить и мероприятия больше, в том числе посещать парикмахерскую, даже, может быть, какими-то группами, и какие-то дополнительные мероприятия проводить. Жизнь была бы более насыщенной. Нам очень этого не хватает. Автобус нам надо купить. Да. Или подарить нам. Или, да, могут купить, может, какая-нибудь организация купить в свой автопарк, содержать его и предоставлять нам. Мы на все согласны. Мы, давайте, будем надеяться, что нас сегодня смотрят те, кто может купить или подарить автобус, да, благотворительному фонду Марине Леоновичу или обществу «Кристалл». Давайте, скажем так, действуйте, действуйте. На самом деле мы одно целое. Да, 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 вместе. Марина, ну, наверное, напоследок, да, уже завершая, подавляя итоги, вообще в целом о дальнейших планах, вот о мечтах мы поговорили, а теперь, может быть, давайте цели и задачи на ближайшее время, на ближайшие, может быть, несколько. Наши мечты пересекаются с нашими планами. Мы работаем, нам некогда вступать в какие-то споры, передряги и так далее, и так далее. Мы работаем, мы открыты. Если кто-то хочет нам помогать, мы только рады. Мы в свою команду примем любую помощь любого человека. Как я сказала, что к нам в команду пришли волонтеры, флористы, которые нам около парикмахерской наводят красоту, сажают розы, цветы, кустарники и так далее. Вот, поэтому в целом, все, что мы делаем, милости просим в нашу команду, никаких проблем нет, мы открыты и идем на все контакты. Марин, как вы видите ближайшее будущее проекта вообще? Как представляете его? То, как он должен развиваться, как он должен быть? Люди, вот, ну, то, что могут сами, ну, как бы ничего не надо, то, чего ты не умеешь. То, что ты можешь, тем и помогай. Вот я могу стричь, я и стригу. Я ничего такого сверхъестественного не делаю. Так же другие люди. Вот, ну, что вы можете, вот, придите и предложите. Я могу вот то-то. И мы эту помощь примем. Вот так вот. Ну, прекрасно. Я предлагаю на этой замечательной, да, ноте позитивный наш разговор завершать. Я напомню, мы сегодня говорили о, ну, мы сегодня о многих темах, на самом деле, говорили. Мы сегодня затронули и комфортную городскую среду, да, доступную среду, и социально ответственный бизнес, и поговорили о благотворительном фонде, Марина Леоновича, о социальной прихмахерской, которая единственная на данный момент в Твери действует. Ну, будем надеяться, что нас услышали и увидели все те, кто отвечает, да, за развитие дальнейшего нашего города, и все необходимые шаги помощи в том числе примет. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго. До свидания.